Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Посмотрим, что происходит с беточком. Пятиминутный таймфрейм, дамп и быстрое восстановление. Это хороший знак, что мы так быстро откупаемся, тем более, если мы отдалимся, то мы видим такую структуру достаточно бычью, потому что, смотрите, вот у нас резкий памп, резкий слив и дальше снова мы поднимаемся к этим же отметкам, то есть некую такую улыбку чеширского кота мы рисуем, можно так называть. Но пятиминутный таймфрейм это мусор, давайте сразу на часовик. Часовик, вот, тут поинтересней. Тут, конечно, многие в этом увидят скорее нисходящий треугольник и скажут, что это медвежья история, хотя он на самом деле симметричный треугольник. В общем, тут гадалки не ходи, понятно, что будет сильное движение в какую-то из сторон, и по пробитию треугольника, в принципе, можно лонговать, либо шортить, но не забывайте о том, что может быть ложное движение, например, ложный пробой вниз и потом тузамун, или наоборот, ложный пробой вверх и дамп. Короче говоря, есть некая зона неопределенности сейчас, четырехчасовик. И видите, в чем разница между летним накоплением вот этим? Тут у нас был нисходящий тренд по минимуму, сейчас у нас восходящий тренд по минимуму. Это тоже, конечно, напрягает, потому что тут был нисходящий, мы из него выбились наверх, то есть сейчас восходящий, и мы из него можем пробиться вниз. Но знаете что, я смотрю, столько людей сейчас топят за медвежий сценарий, и уважаемые люди, кстати, очень много уважаемых аналитиков думают, что мы пойдем вниз. И это как раз для меня хороший бычий знак, что мы можем пойти вверх, просто всех обманув, понимаете? Дневной таймфрейм. У нас с вами очевидный аптренд все еще удерживается на дневном таймфрейме до тех пор, пока мы не опустились ниже 29 тысяч. Если мы опустимся ниже 29 тысяч, то у нас будет официально медвежий тренд. Но и то нам перед этим сначала показать бы уменьшающийся максимум, и потом только опуститься, тогда это даст больше уверенности в том, что действительно тренд медвежий, потому что сейчас у нас повышающиеся максимумы. В общем, ребята, на самом деле здравый смысл подсказывает сейчас вообще не торговать. Если вы ходлер, то ходлите, как бы если вы там заходили на коронадампе, то понятно, что мы туда, скорее всего, вообще уже никогда не опустимся. И там в район 10 тысяч, где многие ждут, я думаю, что тоже мы не опустимся уже никогда. Поэтому тут, смотря какие у вас таймфреймы, если вы ходлер, то надо держать и не париться, и докупать на удачных просадках. Если вы трейдер, то я бы сейчас не лез в рынок, потому что очень много непонятки. Да, по многим индикаторам мы супер перепроданы и должны пойти вверх. Как, собственно, биток пошел к рублю вверх. Вон, сейчас, кстати, коррекция. Биток к рублю, конечно, выглядит поинтереснее, чем биток к доллару. Ну, если вы краткосрочный трейдер, то можно все это дело скальпить, конечно. Вон, даже по желтым точкам на 5 минутках можно скальпить. Вот от желтой точки до красной точки на сайфере можно спокойно скальпить, увеличивая банк. Но главное выходить пораньше из сделок, понимаете, потому что можно засидеться и улететь куда-нибудь не туда. Вот, по нашим сделкам, что? Золото опустилось ниже в итоге золотого кармана. Делал я пост сначала про золотой карман, который вот здесь, потом про 78, но говорил, что если опустится ниже, там надо докупать. И вот оно опустилось, сквизануло очень хорошо на 1886. И похоже, что это уже финал коррекционного импульса. Похоже, опять же, я говорю, похоже. Могут, конечно, и ушатать еще ниже. Но не забывайте о том, что сегодня пятница, и завтра, послезавтра золото не торгуется, поэтому фандинг платить, сидеть в сделке, но такое себе. Но я буду платить, я уже набрал позицию. Эти выходные я буду пересиживать в золоте, как в защитном активе. Вот, так что напоминаю вам, что на бирже Femix вы можете торговать не только криптой, но и золотом. По ссылке в описании регистрируйтесь на бирже. Обзор по бирже сейчас появится сверху, обязательно посмотрите. Очень удобная, классная биржа. С нулевыми комиссиями, кстати, на споте. Ребята, на споте нулевые комиссии. По премиум подписке она там стоит что-то 60 или 70 долларов в год. Можно сэкономить кучу средств, не платя комиссию за спот вообще. Вот, так что золото, я думаю, что это защитный актив в любом случае. И он сейчас, напоминаю вам, что переписывает свой all-time high. Это очень бычая структура. Это чашка с ручкой, и внутри нее еще одна маленькая чашка с ручкой, вот эта вот, на 4-х часовике, вот она. Короче говоря, тут очевидно, просто уже факт медицинский, что это туда. Поэтому в золоте пересиживать достаточно хорошо, тем более, когда непонятно, что происходит с остальными рынками. Кто считает, что фондовые рынки коррелируют с криптой, он как бы наполовину прав, потому что они наполовину коррелируют с криптой. И фондовые рынки пошли в глобальную коррекцию, похоже. Хотя, опять же, это вот как вот здесь, понимаете. С одной стороны страшно, а с другой стороны надо покупать. Если учитывать то, что фондовые рынки обычно имеют тенденцию расти, то, возможно, это будет чуть ли не лучшая точка входа, когда мы опустились ниже сетки AMA Ribbon. Смотрите, как круто торговать S&P или NASDAQ по сетке AMA Ribbon. Практически всегда отталкивается, как от поддержки. И вот в такие вот моменты проваливается ниже, и надо покупать. Поэтому, если фонда сейчас дипонет еще сильнее, там надо будет покупать, конечно, определенно. И крипта может в моменте среагировать и тоже дипонуть сильнее. Поэтому давайте будем осторожны. Крипта по тоталу удерживается на двухнедельной сетке. На недельной сетке она уже ее проколола. Зеленая, красная, зеленая точка. То есть, в моменте мы, скорее всего, увидим отскок. Солана. Помните, я говорил, по 200 долларов надо шортить? Вот здесь вот. По 240 все надо мной смеялись. Что мы сейчас видим? Солана 86. Как бы Солана к битку то же самое. Рейвен Коин. Тоже пока не показывает признаков жизни. После случившегося халвинга идет плавное снижение. Но я думаю, что вот Рейвен Коин к биткоину мы смотрим. Вот примерно такую же картину стоит ждать. Плавное снижение и в какой-то момент пробитие из этого тренда наверх очень-очень сильное. Как обычно он нам и показывает. Вот здесь, вот здесь. Я думаю, по Рейвену все будет хорошо. Он пока еще не пампился так, как Солана. Вот это как бы только разминочная история была, на мой взгляд. Вот. Золото, как стейбл Коин. Теперь можно еще и на Байбите покупать на споте и также торговать на фьючерсах, кстати говоря. Очень даже классный инструмент. Как стейбл Коин, вы понимаете, что я имею ввиду, да? Что в отличие от доллара, который постоянно падает и теряет в своей покупной способности, золото это все-таки стейбл Коин. Ох, нифига себе, какой тут сквиз был на 1830. О-о-о, пустой стакан. Поэтому вот надо держать ликвидации подальше, ребята. Короче, на Байбите очень удобно стало торговать и золотом. Можно теперь и всем остальным. Ссылку на Байбит тоже найдете в описании. Обзор на биржу, посмотрите, он сейчас появится сверху у вас. Вот там. Dash. Давайте Dash. Dash BTC давайте начнем. Dash BTC не показывает никаких признаков жизни. При этом напоминаю вам, что на недельках у нас желтая точка была еще год назад. Это очень сильный сигнал, который еще пока не отработал. Вот здесь была желтая точка. Так что это хопиум для быков. Смотрите, где мы. Мы спустились на двойное дно. И вот сейчас у нас вторая недельная зеленая свеча Хайка Наши на мини-зеленые точки вот здесь. Поэтому тут по Dash BTC, я думаю, что нас ждет примерно что-то вот такое для начала. А там посмотрим. Так что в Dash BTC сейчас очень крутая тема. Я думаю, что миллион сатоши мы увидим довольно-таки скоро по нему. Чем дольше эта пружина сжимается, понимаете, тем больше будут иксы. Так работает рынок. Соответственно, Dash к доллару должен переписать вот этот тут хай. Промежуточный хай в 470 долларов. Это вообще ничто. Это просто мини-бычий мини-медвежий рынок был, понимаете? Ну вот смотрите. Покажу вам сейчас в сравнении с Litecoin. В сравнении с Litecoin посмотрите на Dash к доллару. Вот внизу Litecoin. Что он сделал в 2021 году? Он переписал свой all-time high 2017 года. И сейчас скорректировался тоже до очень прикольных значений. Посмотрите, что сделал Dash. Он даже близко не переписал свой all-time high и тоже скорректировался. Понимаете? Это при том, что Dash монет в 10 раз меньше, чем Litecoin. То есть он более редкий актив. Ну плюс-минус там в 10. Сколько у нас Litecoin? Давайте посмотрим. В 7. В 7 раз меньше. Ладно. Litecoin в 70 миллионов монет из максимальных 84. А Dash 10 миллионов монет из максимальных 18. Так что, на мой взгляд, все так же остается в силе этот прогноз. Ребята, Dash очень сильно перепроданный. Он, как минимум, вот такое движение, как Litecoin, я думаю, сделает с попыткой переписать all-time high. Оттуда, возможно, еще отвалится и будет где-то консолидироваться. Но в целом, я думаю, что и та, и другая монета пойдет очень высоко в какой-то момент альтсезона, который обязательно наступит в тот момент, когда этого никто не ждет. Понимаете? И вот сейчас уже практически уверен, что почти никто не ждет. То есть вот здесь вот весной прошлого года многие ждали альтсезон. Но сейчас уже разуверились в этом и говорят, что крипта – это скам и так далее. Поэтому тут все будет нормально. Вопрос ваших временных горизонтов и умения ждать. Ethereum Classic только чего стоит. Вспомните, к доллару вот он валялся. Вот тут все так же говорили, что это скам. Атаки 51% были и так далее и тому подобное. А после этого он что сделал? Улетел с 4 баксов на 110 на Poloniex и на 180 на остальных биржах. Это, кстати, тоже интересный был момент с Poloniex, что они не давали выводить купленный там по 110 Ethereum Classic. Ну да ладно, что? Поэтому терпение, терпение, еще раз терпение, друзья. По Ethereum Classic, чего сейчас могу сказать, что сетка и мой риббон разворачиваются в медвежью сторону на недельках. Это не очень хороший знак. Как бы ему сейчас надо пробить ее и закрепиться выше моментально, чтобы это был ложный разворот. Либо мы увидим более затяжной даунтренд по этой монете еще на какое-то время. Но в целом я жду, что ее все-таки накачают ликвидностью, потому что это настоящий эфир. На нем реально работает и MetaMask, и DeFi приложение можно пилить, и все-все-все, что угодно делать. То есть это настоящий Proof of Work Ethereum как бы изначальный. Поэтому такие вот дела. Давайте-ка взглянем еще раз на Bitcoin. Что мы видим в моменте? Опять нас начинают давить цену вниз. Мы видим, что здесь у нас стакан довольно-таки ровный и на покупку, и на продажу. То есть поэтому мы сейчас и идем вбок, что нет определенного перевеса в сторону тех или других. Но по лонгам и шортам мы видим, что за последние 24 часа чуть больше народу шортит. Хотя тоже 50-50, потому что вот на Кракене и на Derby чуть больше лонгуют. Соответственно, рынок в состоянии неопределенности. За 12 часов вот чуть-чуть больше шортят, но в целом 50-50. Так что самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, говоря про трейдинг, это подождать, ребята, и встать в тот момент, когда все будет понятно. Не знаю, по моей технике рынок все еще бычий, ребята. У нас есть повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. При этом рынок дикий и выносит всех и вся, так что не торопитесь с позициями. Не торопитесь с большим плечом, оставьте это лучше на сладкое. Если мы сделаем сейчас вот так, там подключите большое плечо, вернемся в канал, разгрузите. Если мы сейчас сделаем вот так, ну, можете пробовать шорт скальпить, но тоже на свой страх и риск. Короче, вот такие вот дела. С вами был Гринни, все ссылки в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось, пишите комментарии. И всем профитроли, скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok